Губернатор Игорь Руденя посетил военный учебный центр, созданный на базе Тверского государственного технического университета. Он был открыт в сентябре прошлого года. Как изменился ВУЦ за прошедший год, рассказывает наш корреспондент Наталья Чекет. В военно-учебном центре готовят сержантов и солдат запаса по трём специальностям для войск противовоздушной обороны страны. Сейчас здесь обучается 180 курсантов. Один из них Арсений Шкваркин, студент третьего курса факультета информационных технологий. Как рассказывает молодой человек, одним из факторов при выборе ВУЗа стала возможность получить военную специальность. Изначально я также хотел после окончания института пройти срочную службу, так как служил мой отец, мой дед. Мой прадед участвовал в Великой Отечественной войне, а именно в прорыве у Лакада Ленинграда. Поэтому я как раз хотел сам связать какую-то часть своей жизни с военным делом. По сравнению с первым набором, в этом году ещё больше молодых людей изъявили желание получить одновременно высшее гражданское образование и военно-учётную специальность. Конкурс достигал до трёх человек на место уже. В настоящий момент три взвода у нас обучаются уже на втором курсе военной подготовки. И два взвода учатся впервые с первого сентября, они приступили к обучению. Во время визита Игорь Руденя ознакомился с созданным Привудс в военно-патриотическом музее. Экскурсию для главы региона провели курсанты. В этом году экспозиция пополнилась доставленными из зоны спецоперации экспонатами. Среди них сбитая американская высокоскоростная противорадиолокационная ракета и беспилотный летательный аппарат, который использует силы противника в зоне боевых действий. Это вовлекает молодых людей в освоение военного ремесла. Они становятся более подкованными не только в области эксплуатации своих беспилотных летательных аппаратов, но и смогут в последующем использовать трофеи противника также против них. К новому учебному году в центре появился многофункциональный тренажёрный комплекс-тест. Он предназначен для теоретического обучения боевых расчётов подразделений радиотехнических войск, формирования и совершенствования практических навыков. Программа задаётся определённое задание для проведения комплексных тренировок курсантов. Учебный комплекс позволяет имитировать воздушную обстановку в любом регионе страны приближенно к реальной. Очень важно, что сегодня кафедра оснащена самыми современными средствами обучения и тренажёрами. Очень хорошие преподаватели, сильные практически, которые имеют свой боевой опыт. Важно, что сегодня наша молодёжь проявляет очень высокий интерес к образованию с точки зрения военного дела. Это уже будущие защитники нашей Родины, которые понимают, чем оснащены западные вооружённые силы, какие есть у нас вооружения, как это правильно применять, как мы можем противостоять любой агрессии, как мы можем применять наше вооружение. В этом году проект курсантов военного учебного центра вошёл в число проектов победителей региональной программы поддержки студенческих инициатив и получил финансирование от правительства Тверской области. Была, например, куплена форма «Ратник» для изучения студентами. Также была оформлена зона, где можно узнать историю о военной кафедре и в том числе о военном учебном центре. Также была куплена, например, парадная форма и наша повседневная форма для обучения. Как отметил Игорь Руденя, правительство Тверской области продолжит оказывать поддержку военно-учебному центру в планах создания тира, а также оборудования полосы препятствий.